Август. Сейчас как раз этот отпускной сезон. И пока вы думаете про Египет или Бали, я вам расскажу про Польшу и докажу, что не нужно куда-то далеко ехать, чтобы получить эти острые ощущения и по-настоящему отдохнуть. Итак, куда поехать в Польшу? Знаете, это удивительная страна, где можно найти всё — леса, горы, море, архитектуру и даже пустыню. Здесь каждый найдёт что-то по душе. Поэтому давайте уже детально это всё рассмотрим. Ну что, zaczynamы? Итак, виды отдыха мы разделим на два блока — активный и культурный. И начнём мы с активного. Если вы любите лазить по горам, то у меня несколько вариантов. Первый — это Татры или Татчанский парк народов. Здесь вас ждёт несколько жемчужин Польши. И это Морске Око, Долина Пенчуставов. Морске Око — это символ польских Татр. Вода в озере кристально чистая. Даже когда-то верили, что это озеро, оно под землёй как-то связано с морем, и отсюда появилось название. Если вы прошли пешочком в гору 10 километров и у вас ещё остались силы, то Долина Пенчуставов. Вообще, это как бы озеро, которое окружены горами. И они очень глубокие. Если поместить Мориадский костёл в Кракове, в это озеро, то видна будет только верхушка. Образовалась эта долина благодаря леднику. И, соответственно, вода там нереально чистая. Второй вариант похода в горы — это Бешчады. Ну, если Татра — это такое распиаренное место для туристов, то Бешчады — это любимое место поляков. Ныне один из наименее заселённых горных районов Европы. Если вы хотите увидеть природу в первозданном виде, то вам именно сюда. И третий вариант — Пенины. Ну, это такие горы для ленивых. Самая высокая точка — это 1050 метров. Это подходит больше для такого рекреационного отдыха, когда вы любите просто вот засесть в каком-то отеле, поплавать в бассейне и полюбоваться видами. Это место идеально подходит для туристов, которые хотят укрыться от множества людей и просто побыть на уедине, уединиться. А сейчас спускаемся с гор к морю. Польское море. По сути, это Балтийское море. Холодненькое, правда, но песочек, как на Мальдивах. И это самое популярное направление в Польше. В основном место, где останавливаются туристы — это Гданьск. Но на самом деле вот это вот побережье возле Гданьска всё называется Труймясту. Сейчас объясню, почему. Вдоль береговой линии расположены близко к себе три города. Сейчас они уже разрослись до таких размеров, что это просто слилось всё в один большой город. Между вот этими городами ездит городская электричка, называется СКМ. Кстати, совет. Если вы планируете отдых вот над польским можем, то советую не выбирать жильё в Гданьске, а лучше в Сопоте. Там, по сути, вот самое дешёвое жильё. А в Гданьске — это, конечно, космические цены. Недалеко от Гданьска в городе Мальборг находится один из самых больших замков в Европе — замок Тевтонского ордена. Это крупнейший средневековый замок в мире и один из эталонов кирпичной готики. Только представьте, магистр специально построил этот замок и в 1309 году переехал из Венеции вот сюда. Но после Второй мировой войны замок, к сожалению, остался в руинах, и в 2016 году его, по сути, только отреставрировали. Поэтому сейчас вы можете видеть этот замок в первозданном виде. И смело берите экскурсию на день, потому что лучше, чем затеряться в этих лабиринтах, этого замка нет. Ещё одно место, которое заслуживает вашего внимания — это замок Кшиштопур. Мало кто об этом знает, и поэтому там не так много туристов, как вы можете заметить в других местах. Функционировал этот замок всего лишь 100 лет, и сейчас от него остались просто руины, но всё равно размеры поражают. До Версаля это был самый большой дворец в Европе. Кшиштопур полон легенд. Неизвестен архитектор, не сохранились чертежи. Говорят, что количество окон равно количеству дней в году, количество залов равно числу месяцев. Несколько раз замок пытались отстроить, но, увы, всегда что-то срывалось, либо не хватало денег. Туда стоит съездить даже ради атмосферы. И последнее на сегодня — мой любимый Краков. Знаете, я вам сейчас много не буду рассказывать, потому что вас ждёт несколько новых видео про всё, про места, про людей. Так что ждите. Но чтобы вы понимали список того, чего здесь нужно посетить, я за две недели успела только половину из моего списка мест, в которых я хотела зайти. Что ж, одного видео не хватит, чтобы вам рассказать про все интересные места, так что пишите, хотите ли вы вторую часть. Потому что путешествовать нужно всегда, в любое время года. Так что пишите. И надеюсь, вам это видео было полезно. Я желаю вам милого дня. Спасибо за просмотр и до заболевания. Так, чего сидим? Давай, всё, собирай чему-то, пошли. Давай, 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 давай. Давай, идём. Продолжение следует...